Спасибо большое. Хочу напомнить, как у нас планируется лекарственное обеспечение с точки зрения финансирования. Прежде всего, мы все онкологи должны понимать, что это разные источники. И КСГ – это лишь способ доведения средств ОМС для оплаты медицинской организации. Но кроме того, медицинская организация получает средства федерального бюджета, если это федеральное учреждение. И кроме того, есть еще средства бюджета субъекта федерации. То есть это Ленинградская область, например, Московская область и так далее. Это упрощенная схема без развертывания. Но на что хочу обратить ваше внимание, поскольку не буду каждый раз обсуждать при вопросе. Из средств ОМС не предусмотрена оплата лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях. Это только круглосуточный стационар, либо дневной стационар. КСГ не предполагает компенсации фактических затрат в каждом конкретном случае. Это среднестатистическая цена за лечение подобных пациентов. Поэтому где-то вы выиграете, где-то вы проиграете. То есть так называемая маржа у вас либо будет отрицательная, либо будет положительная. И медицинская организация сама определяет, на что тратить полученные средства. Какие вопросы? У меня 4 вопроса было поставлено. Я, позвольте, буду озвучивать в расширенном варианте каждый из них. Первый вопрос звучал так, что литрозол и экзамистан – это ингибиторы ароматазы, стероидные и нестероидные, не включены в настоящее время в схемы КСГ как дневного стационара, так и круглосуточного стационара, но есть в режимах клинических рекомендациях. Сразу хочу тоже отгородить, что такое клинические рекомендации – это, собственно говоря, справочный материал. Пока они не стали обязательными к исполнению, они будут в следующем году, скорее всего, обязательными для исполнения. И сейчас идет просто утряска схем, которые есть в клинических рекомендациях, и то, что внесено в КСГ. КСГ нам дает все режимы правительства, то есть тот, кто внес и тот, кто будет платить за лечение пациентов, когда мы будем использовать эти КСГ. И переходим к вопросам. Если пациент уже получает литрозол, что нам делать с этим больным, если нет оплаты по КСГ? Несколько вариантов, как можно поступить. Первый вариант – это лечащий врач обосновывает необходимость по жизненным показаниям продолжения терапии литрозолом и наблюдения в условиях дневного стационара, либо круглосуточного. Подает это на врачебную комиссию, и дальше врачебная комиссия или онкоконсилиум решает два варианта. Фактически, может быть. Первый вариант – это о продолжении терапии литрозолом. И тогда в медицинскую документацию пациента и в бухгалтерию идет этот протокол. И, соответственно, на основании этого протокола пациент получает лечение, а медицинская организация закупает ему препарат, как по жизни необходимым ситуациям в течение двух дней, и потом отчитывается уже дальше. Либо второй вариант протокола решения – это переход на терапию анастрозолом или экзамистаном, поскольку, опять же, обязательно вклеивается в медицинскую документацию данные обсуждения этого, поскольку идет обсуждение о возможности замены на другой ингибитор ароматазы без ущерба эффективности и безопасности. И здесь вы можете, поскольку был вопрос, как обосновать, надо ссылаться на клинические исследования и клинические рекомендации. И в этом тоже обосновывать нахождение, значит, и лечение в стационаре. У нас есть схема, которая обозначена внизу, анастрозол 1 мг ежедневно в дневном стационаре, она вам будет оплачиваться в согласии со всеми. Ну, на что ссылаться, тоже всем вам знакомые слайды. Это эффективность ингибиторов ароматазы в первой линии эндокринотерапии, гормон позитивного метастатического рака молочной железы. Поэтому вы вправе перевести здесь эффективность литрозола, анастрозола, экзамистана не отличается ни по одному из показателей статистически достоверно. Продолжение этого же вопроса. Что делать, если пациент уже получает литрозол? Самый простой вариант, на мой взгляд, который не требует больших усилий ни от лечащего врача, ни от медицинской организации, это перейти на терапию в амбулаторных условиях. В этой ситуации пациент будет обеспечиваться по другому каналу. Это обеспечение лекарственным препаратом в рамках федеральной, если он инвалид, либо региональной программы льготного обеспечения. Но здесь сейчас очень много вопросов, о чем я тоже скажу несколько слов. Но кто будет обеспечивать контроль эффективности, кто будет обеспечивать безопасность и приверженность терапии, то есть то, что пациент будет получать лечение. Здесь вопросы. Следующий вопрос подраздела этого же первого вопроса. Что делать, если пациенту показан экзамистан в монотерапии, либо в комбинации северолимуса? Вариант первый – это, конечно, лечить в дневном стационаре в соответствии со схемой, это монотерапия, да, есть. Но здесь вторая схема. Если это комбинация, вы тоже должны будете применить анострозол, и тогда вам, соответственно, будет произведена оплата этого лечения. В круглосуточном стационаре есть схемы, они остались, но нет КСГ. То есть вам оплачивать это не будет. Не предусмотрена таблетированная терапия в условиях круглосуточного стационара. Ну и, конечно, как вариант, смотри, варианты два выше, то есть переход на амбулаторное лечение, совсем то, что я уже проговорила. Вот. Что я еще хочу сказать, то, что сейчас очень активно обсуждается и, скорее всего, будет введено, это необходимость выделения амбулаторного тарифа, да. На сегодняшний день у нас нету такого тарифа, вот. Но с учетом пандемии, да, и с учетом, что действительно это необходимо, много вопросов решит, то, скорее всего, мы выйдем на пилотный проект по лекарственному обеспечению в амбулаторных условиях. Но еще раз подчеркну, важна оценка приверженности, безопасности, и кого мы куда будем направлять, это тоже вопрос надо решать. Вот. Ну, нерешенные вопросы здесь. Мнение фонда федерального, да, в случае выдачи лекарственных средств в амбулаторном сегменте, это оптимизация расходов, минус, что объемы медпомощи не подкреплены в настоящее время финансированием соответствующим, поэтому несколько вариантов, как это сделать, и опасение, что дополнительный рост объемов для выдачи лекарственных средств – это создание дефицита программы. И что еще очень смущает всех, это то, что, поскольку это источники региональное финансирование обсуждается, то вы знаете, что более 85% льготников отказываются от региональной льготы, и тем самым уменьшает возможность лечить пациентов онкологических. Для нас тоже масса вопросов. Это маршрутизация кого куда, да, кто решает критерии принятия решения, это медорганизация, дефицит мощностей мы уберем тогда, да, и дефицит средств в регионах будет в то же время, наверное, возникать. Ну и, конечно, юридические, организационные аспекты. И пациента мы освободим от необходимости ежедневно являться в дневной стационар. Это тоже, так сказать, позитивное будет решение. Второй вопрос. Что делать, если пациент получает более 12 месяцев пембролизумаб в дозе 2 мг на килограмм с эффектом и без развития нежелательных явлений? Ну, здесь мне оказалось очень просто ответить, поскольку в клинических рекомендациях приведен только режим 1 у нас 200 мг, да, вот, и стоял вопрос переводить на большие дозы или нет. Но вот в этом году введены в схемы дневного стационара режимы, три режима сейчас уже зарегистрированы, и в стационар круглосуточный. Это пембролизумаб в дозе 2 мг на килограмм в первый день цикл 21 поддерживающий, 200 мг 21 день перерыв. И, более того, в очень быстром вышел приказ Минздрава, зарегистрированные дополнения к инструкции препарата, что мы можем использовать препарат в дозе 400 мг внутри вены в первый день, но цикл будет уже 6 недель, 42 дня. Такая возможность. То есть три возможности, пожалуйста. Вот, поэтому еще раз подчеркиваю, что если есть в КСГ, смело можете брать, смело можете лечить, это будет оплата. Поскольку клинические рекомендации на сегодняшний день пока еще не носят вот такого законодательного акта. Что делать с набпоклитокселом? Здесь ситуация гораздо сложнее, на мой взгляд. Это одна из самых сложных вопросов. Если пациент уже получает набпоклитоксел с эффектом, продолжать или на какие схемы переводить? Ну, первый вариант, то, что мы уже проговорили, решение врачебной комиссии, да, на основании данных обследования наказания, показания к продолжению по жизненным показаниям вы должны будете сформулировать протокол, медицинскую документацию и, соответственно, тогда решение вопроса, как дальше лечить пациента. Вот, второй вариант, на который в настоящее время на самом деле нет ответа, решение врачебной комиссии о замене набпоклитоксела, набпоклитоксел с обоснованием. Вот, я бы здесь еще добавила к первому и второму варианту письмо в территориальный фонд УМС, просьба разъяснить, фактически согласовать механизм оплаты вот такого лечения, да, то есть, ну, посоветоваться, будем так говорить. Вот, и третий вариант, не представлять медицинскую документацию к оплате по КСГ, если препарат, это условие второе, если препарат получен и закуплен по другим, так сказать, по другим каналам финансирования. Это может быть и наука, это может быть и федеральные деньги, это могут быть и спонсорские предоставления образцов, да. Вот, почему я говорю, что очень спорный вопрос, потому что на самом деле, если я не стала загружать клиническими исследования, два исследования есть, это первое импассиум 130, да, где от изолюм, набпоклитоксел в комбинации от изолюмамбом показал великолепные результаты по общей выживаемости, был зарегистрирован как предпочтительная лимия, первая линия химиотерапии для трижды негативного рака молочной железы. Но есть и второе исследование, где в качестве партнера выступает просто паклитоксел, да, с от изолюмамбом, и там нет различий в общей выживаемости в медиване статистически достоверных, я имею в виду. И стали обсуждать, почему так происходит, да. Вот три камня, на которые опираются и которые сейчас обсуждают. Первое, это, конечно, кортикостероиды, поскольку мы знаем, что они могут снизить эффективность от изолюмаба, и они используются при именно паклитокселе при нашем, да. Но есть такой выход, что если вы все-таки принимаете решение перевести на паклитоксел, то провести два еженедельных ведения с кортикостероидами, посмотреть, как реагирует пациент, если нет никаких реакций, дальнейшее лечение без кортикостероидов, да. Но это все должно быть обговорено именно во врачебной комиссии. Второе, то, что обсуждается, почему, это роль химиотерапевтического партнера. Тоже пока нет данных о том, как разные цитостатики работают с иммунотерапией, нету сведений. И третий, наконец, момент, это то, что на самом деле трижды негативный рак молочной железы, и мы все это знаем, это совершенно разношерстная группа пациентов, да, и здесь могут реагировать по-разному это и с ТИЛСами, да, позитивные, и с БИРСИАЙ, то есть здесь тоже будет разбираться субгроковой анализ, и тогда нам уже точно скажут, как действовать в этой ситуации, но пока вот это самый сложный, на мой взгляд, вопрос все-таки. Вот, и продолжение этого вопроса, что делать, если на поклеток сел уже закуплен? Первое, вы должны выяснить, по какому каналу финансирования оплачена закупка, да, и в каком количестве. Это может быть ОМС, тогда это КСГ, и вы договариваетесь с фондом, это если федеральные либо спонсоры, тогда, соответственно, у вас руки развязаны, вы можете написать протокол, или, так сказать, какое-то решение принять в учреждении, и, соответственно, продолжать лечение. Вот, но еще раз подчеркну, не очень хорошо этот дорогостоящий режим терапии подавать в прочих схемах, поскольку как только у вас высконкивает прочая схема, это проверка, и, конечно, вы не покроете расходы учреждения. Вот, поэтому проще всего это делать, если закуплен препарат по федеральным деньгам, тогда подавать его, так сказать, расходники и исследования именно по науке. Вот, это самое сложное. По Биво Цезумабам четвертый вопрос. Из нового письма фонда территориально в один день нельзя проводить две схемы лечения. Вот, я не видела территориального письма Ленинградской области или Санкт-Петербурга, вот, поэтому я, так сказать, ну, как мы поступаем в отделение, да. Есть схемы с Биво Цезумабом один, да, которая в дневном стационаре оплачивается. Вот, есть схемы, которые Биво Цезумаб плюс схема химиотерапии какая-то назначается. Но первый вариант, есть такое понятие применить коэффициент сложности лечения пациента, да, это фрагмент инструкции, где выполнение в рамках одной госпитализации двух и более схем лекарственной терапии, вы увеличиваете за счет компонента и покрываете тогда эти расходы. Если это сейчас выведено в федеральном, не в федеральном фонде, а в фондах региональных, значит, надо тоже обсуждать, наверное, с фондами надо дружить. Вот, второй вариант, это подавать к оплате только по одной схеме, которая больше стоит, да. Вот, и третий, конечно, это вариант не очень, так сказать, хороший для пациента, это проводить сначала химиотерапию, да, однодневную, предположим, там, да, или режим терапии, закрывать эту историю болезнью, закрывать случай, вновь госпитализировать пациента и проводить биоцезумаб по первой схеме в первый день цикла 21, поскольку здесь нигде нет указаний, что этого делать нельзя, и нигде нет указаний, что мы должны именно в первый день одновременно с химиотерапией вводить. Вот такие ответы на вопросы. Ну, что мы можем изменить и что мы меняем, в принципе, все эти годы? Это, конечно, клинические рекомендации, они должны быть четко состыкованы с КСГ, то, что сейчас будет требование, да, чтобы слились они вместе по одним. Вот, ну, что решили уже? Таблетки в дневном стационаре потихоньку уходят, потому что это освобождение, койко-мест идет на регионы. Оплата введения препаратов, полученных по льготе, запрещена в настоящее время, и по региональной, и по федеральной, поэтому надо предусматривать какие-то амбулаторные, да, варианты оплаты введения этих препаратов, вот, и применение препаратов, которые не включены в перечень же НВЛП, тоже вопросы остаются открытыми. Ну, возможные решения уже в минус я пошла, обозначенные здесь, я, позвольте, не буду тогда зачитывать, чтобы время сэкономить. Спасибо большое, вот все, что могло.